Первое. Нужно убрать от него ноги подальше. Если мы к нему будем вставать сюда, у него вариант появляется масса голень в голень, еще что-то. Поэтому первое, что мы делаем, мы ноги начинаем защищать. Чтобы он нам вот эти варианты набирать. Соответственно, дальше у него остается захват. Захваты за руки, захваты за обороты и так далее. Вот здесь вот начинается борьба. Потому что он ищет свой захват, чтобы что-то в свою руку вас втянуть. Вы ищите свои захваты. Но там самое главное, мы начинаем здесь работать. То есть мы все время работаем с этим. Если он там подвигается, и мы понимаем, что многие где-то в зоне его атаки, можно чуть-чуть отойти. И здесь выигрывает тот, кто найдет первый свои захваты. Мне, например, в данном случае нужен оборот и нога. То есть я отсюда обхожу. Но проблема начинается на самом деле тогда, когда он понимает, что мне тоже нужны его ноги для того, чтобы обойти. И он ноги прячет и тоже начинает защищать ноги. И у нас остаются. Вот такая вознятие начинается. Поэтому я до ноги не буду его помочь затянуть. Остаются только от ворота у него и у меня. Ну и рукава. Рукава лучше мне отдавать. А предположим, он берет по диагонали. Я по диагонали сразу срываю этот захват. Потому что можно спрячь в разные неприятные ситуации. Если он берет с этой стороны, то у него открывается вот здесь вот такая вот дыра. И мы с дальней ноги в эту дыру шагом. То есть мы здесь работаем, работаем, работаем. Он сплотил. Я сюда вошел. Часто путают это вот. Когда начинают вот так вот ходить. Это не то. То есть моя задача, чтобы его рука открылась, ну как между рукой и ногой образовалось пространство, в которое я спокойно дальше войду. Вопросы какие есть? Или понятно? Пробуем, да. Ставим по парам, повыше. То есть тот, кто работает сейчас снизу, спрячьте ноги, чтобы шлайк ему за ним натянуть. Если вы можете взять вот этот захват, спокойно сюда летают. Второй момент. Когда вы входите в колено на живот, тут важны захваты. Потому что какие проблемы могут возникать? Если я, например, возьму руку и захват по диагонали, я вхожу сюда, он может спокойно вылезти там и пойти мне в ногу. У него тоже захваты есть, он может забрать мою ногу. Поэтому я стараюсь брать захват за отворот. Как правильно? Попал. Да. То есть я когда сюда захожу, я этой рукой его еще чуть-чуть придерживаю, чтобы он не начал на меня вылезать. Потому что если здесь будет у меня рука, то он, скорее всего, что-то сможет исполнить. Если здесь, то ему сложно будет выйти на это. Я не говорю, что нельзя, я говорю, что просто сложнее. Поэтому, когда захваты берете, старайтесь брать таким образом. Можно, если сработает, то хорошо. Но мне больше нравится вот таким образом. Забирай. Если у вас просто колено на животе вот таким образом стоит, ему достаточно легко сделать приверку и куда-то отползти. То есть если вы хотите заработать на этом какие-то баллы, то может и не получиться. Поэтому вот в этом моменте, когда мы сюда зашли, чуть-чуть поставьте не колено на живот, а фактически голень, который пересекает пенивзгиб, только вес туда не переносите, то есть у вас вес он нормально распределен. Стопа, она прижимается к его бедру. Вторая нога, она держит баланс, естественно, когда он начнет двигаться как-то. То есть я постоянно его здесь контролирую. Она может даже висеть на... Вы пальцами можете стоять на земле. Главное вес туда сильно наносить. Поэтому если я встану так, и попытаюсь его удержать, то он скорее всего... Ну, мне будет сложно это сделать. Поэтому, когда вы уходите в колено на живот, старайтесь, чувствуете, вот здесь вот такой зазор есть. Сразу поправили чуть-чуть, да? И держим. Нога, она держит баланс, как носки. И руками настяжка жестко должна быть? Ну, это смотря, что вы там хотите дальше делать. Поэтому, сейчас вот с этим начнем момент. Ребят, ну и Дима, да, сейчас скажет такой вариант, в том дело. Ребят, конечно, здесь все хорошо, да, здесь можно пройти, да, но... Ребят, у него остается при всем при этом не загруженный таз и ноги. То есть ноги у него работают. В любом случае. Даже когда я буду сюда идти, он, да, может меня преследовать сюда. Уже как-то это не очень хорошая игра получается. Вот, как сказать, мой коллега по цеху, да, так сказать, Рудольф Биер, я думаю, знаете все, да? Я с ним достаточно много работал, отрабатывал и много от него перенял техники. Вот, проходит, да, делает данный проход таким образом. То есть он загружает таз и ноги для того, чтобы они никуда не подкручивались. Каким образом, да? То есть он вот этим вот отворотом, вот этим вот подхватом трицепса, он чуть-чуть приподнимает его. То есть на себя. И что проходит? Почему? Когда вы сейчас тебя будете отравать, вы это почувствуете. То есть, когда небольшой приподъем, не надо там его поднимать вверх. Он, естественно, на вас пойдет. Да? То есть здесь, да, вот мы стоим. Чуть-чуть на себя его. Бум! И сюда прошли. То есть это достаточно важно, потому что или же ты так пытаешься, да, там как-то обойти, а он за тобой вот открутиться начинает. Да, и там. Будем пытаться носить или там свильм сделать. Или же здесь, когда ты очень плотно достаточно проходишь. Просто небольшой рывочек. Добавим тебе еще. Добавим. Ну а не вытягивайте на себя, да, не надо его поднимать. Ну, что-то пошло не так вот. Да? Он отвалился раньше и начал здесь работать ногами. Да? Здесь какие-то он начал движения. Поэтому, если вы почувствовали, что вам начинают мешать его ноги, да, мы здесь все отпускаем и начинаем работать с его ногами. Мы не выбираемся, да, вот в это. Вот обязательно. Мы должны вот это сделать, да? Здесь можно встрять плотный фельд-фельд-фельд, куда угодно, да, то есть если он начнет ногами наоборот. Поэтому отсюда мы когда пошли, он, например, отвалился раньше и начал нам мешать ногами, да, то есть здесь как-то. Мы все отпускаем здесь и начинаем работать с его ногами. Это как-то такой момент. И сейчас еще один отход. Понятно, что на тренировках можно нарабатывать на обе стороны, но в борьбе у нас всегда есть, как сказать, сторона, на которую мы предпочитаем обходить гораздо больше, да. Мне, например, нравится больше слева ходить даже. С этой стороны надо находиться. Поэтому, например, если он берет этот отворот, то для меня этот отход больших проблем не представляет. Да? Если он берет с этой стороны, то мне... Ну, я могу его туда сделать, но в борьбе мне, например, может быть неудобно, потому что у нас настолько на работу. Я тоже буду хотеть пойти на сторону, в которой неудобно работать. Поэтому, если вас беру, например, таким образом, да, то я просто ныряю рукой андеркупом и контролирую его ногами. То есть, например, поработать, ну, так вышло, да, что ему удобнее пройти этот отход. Так? Поэтому, как только он взял, я андеркупом ныряю на него. Я не пытаюсь его там как-то притянуть, еще что-то сделаю просто. Если по диагонали берем, не давайте. Да, не ныряйте вот с этим. Захватывайте по диагонали. На подгарм. Лучше это сорвить и начните сначала. Сейчас вот это вот попробую. Не забывайте, обязательно надо будет. Как бы, известно, да, что... Ну, все это борьба, да, понятно, что на каждый прием есть контр-прием, на каждый контр-прием есть контр-контр-прием и так далее. Можно встрять на рычаг руки, да, может ваша рука застрять, но здесь это произойдет в том случае, если вы не проконтролируете ногу. То есть, если вы пошли сюда, да, пытаетесь обойти туда, как бы, ему нога будет работать. Если вы ее вовремя отключите, да, то есть отсюда я пошел, да, понятно, что он будет сюда ногу подставлять, да, понятно, что я ведь не обошел как, да, понятно, что мне будет еще работать и работать. Но пока вы контролируете ногу, да, вам пока еще ничего не угрожает. Дальше, да, а можно вылезать куда-то, там, в сайт-контроль, прессовать и так далее. Но смысл в том, что, если вы не отконтролировали ногу, то у вас потенциально ногу поймать на что-то. Поэтому, когда вы отсюда, вот в этот обход идете, обязательно не контролируете ногу. То есть здесь я еще не закончил, здесь будет называть борьба с его довольствием. Поэтому давайте еще пару раз буквально и начнем бороться. Сейчас акцент на ногу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова